Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому и Истинному! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Это истина евангельская, истина библейская, вера апостольская, которую и сегодня мы в наш век 21 уже провозглашаем. И сегодня этой вере покоряются так или иначе все народы, потому что во всех народах, во всех племенах, на речиях сегодня звучит Слово Господне, Слово Божье. И я благодарю Бога за возможность и через интернет, и проводить трансляции, и в записи, и богослужения, и проповеди. Я приветствую всех, как архиеписко-реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Вчера было богослужение у нас здесь в Киеве, в нашей киевской архиепископии. Я проповедовал на этом богослужении. И это богослужение, воскресное 8 октября, вчера, как и последующие воскресные богослужения октября месяца, они посвящаются в нашей киевской архиепископии, посвящаются юбилею реформации, 500-летию среди начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Пять, да, пять столетий тому назад началась Великая Октябрьская христианская реформация 1517 года. Мартин Лютер прибил тезисы к дверям Виттенбергского собора всех святых, и, как говорил Чарльз Пэджин, стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. И продолжу, что и весь так или иначе христианский свет, христианский мир действительно был пробужден. И мало-помалу это пробуждение, эта реформация, она охватила так или иначе все тело Христово, все тело Господне. Была многовековая эпоха Великой деформации, деградации мирового христианства, смешания с язычеством, с оккультизмом, и всевозможные плевелы были посажены, рассажены и укоренены на огороде Царства Небесного, Царства Божьего. Но пришло время реформации Царства Божьего, пришло время покаяния, то бишь исправления, восстановления. И это прекрасно, друзья мои, дамы и господа. Мы живем в эпоху, вот уже на протяжении пяти столетий продолжающейся эпоху Великой реформации мирового христианства, Великого обновления, покаяния, исправления, возвращения к истокам, к первой нашей любви, к Господу Богу, к традиции древней. И это прекрасно, друзья. На протяжении этих пяти столетий действительно возродились многие христианские, исконно христианские, такие библейские учения и возрождаются. И это действительно исполнение пророчеств Господа нашего Иисуса Христа, пророчеств Нового Завета, как и все наше время, действительно наполнено исполнениями этих прекрасных и одновременно ужасных пророчеств, и страшных, и самых таких, знаете ли, ужасных пророчеств, и о самых страшных войнах, гладах, морах и прочее. Но и самых прекрасных, самых возвышенных пророчеств также. Это наипаджи, конечно, я имею в виду, и проповедано будет всей Евангелие Царства во всех народах, во святительство им, как написано. И это прекрасно, друзья мои. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, Следующие воскресные служения, вот я 15-го числа, 22-го тоже, да, сейчас посмотрю по расписанию. Значит, я буду также здесь, в нашей Киевской архиепископии проповедовать, потому что 29-го числа, да, уже вот последнее воскресенье октября месяца, в нашей церкви будет проводиться поместный собор. Поместный собор, такая обновленческая, евангельская, православная конференция, посвященная 500-летию, среди начала Великой Реформации и обновлении мирового христианства. Да, это будет 29-е октября 2000, всего 2017-го года. Вот, и от 30-го и 31-го октября, собственно, тоже будет рабочая часть продолжения этой конференции, рабочие заседания, которые также будут освящаться в СМИ христианских и не только. И, в общем-то, мероприятия будут посвящены как раз реформации, вот в нашей реформаторской церкви православной и вообще во всем теле Христовом, так или иначе. Слава Богу! Так вот, да, а следующие два воскресных дня я приглашаю вас на богослужение здесь у нас в Киеве, где вот и вчера проводилось собрание. Это город Киев, станция метро Кловская, это центр города, поэтому, да, удобно будет с любой стороны Киева подъезжать. Станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, наша церковь, наша киевская архиепископия пока не имеет своего храма в Киеве, поэтому мы арендуем помещение. Наше арендное время с 9 утра до 12 часов дня, каждое воскресенье. И благочинный наш протерий Алексей Прошак, он, в общем-то, здесь проводит регулярные богослужения, литургии. И вот следующее воскресенье, также 15 и 22 октября, я буду проповедовать в нашей киевской архиепископии. Темы проповеди, учений, и отвечать буду на ваши вопросы также, будет как раз день Великой Реформации. Потому что к этому дню мы приближаемся сейчас и, в общем-то, молимся о соборе и вас также, паки и паки, как говорится, снова и снова. Призываю всех верующих, христиан разных конфессий, динаминаций, направлений, юрисдикций, организаций, динаминаций. Молиться, молите за нас православных и, в частности, за нашу такую православную ветвь, молодую такую реформаторскую, обновленческую, евангельскую православную церковь. Молитесь, чтобы действительно мы достойно прославляли Господа и достойно прославили Его в вечности. Друзья, очень важно, сегодня действительно мы не просто говорим о прошлом даже, о реформации, которая была при Лютире, Кальвине, Свинге, Анабаптистах. Мы говорим о реформации не только даже современной, сегодняшней, но и вообще о реформации завтрашней. Я знаю, что Господь наш Иисус Христос, Он и вчера, и сегодня, и вовеки Он тот же. Тот же Христос, что был прославлен Лютером, Кальвином, Цвингли, Анабаптистами тогда, пять столетий тому назад, или, я буду говорить так же, вы придете, увидите, услышите это все. Буду говорить о реформаторах здесь, на Руси, Киевской Руси, и, в общем-то, России, Украины, Белоруссии, Грузии, Молдовы, другие страны, бывшей Российской империи. Буду говорить так же о реформации и реформаторах. Так вот, тот же Христос, что был прославлен через их служение реформатора в древности, сегодня Он да будет прославлен в наших судьбах через нас, христиан, уже 21 столетия. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и так же вот к воскресному дню, значит, вот предстоящему, ну и к этим воскресным служениям предстоящим, и к собору самому намереваюсь издать так же газету. Материал, посвященный как раз именно и собору, и самому этому вселенскому событию, 500-летию, с этим начала Великой Реформации. Сейчас готовлю материалы, отвечаю на вопросы так же, и некоторые эти ответы на вопросы, они как раз входят и будут входить в эту газету уже, в этот, или играю, бюллетен, или назвать его, даже не знаю точно как еще. Вот, информационный листок такой будет, но хотя это уже довольно объемистый материал получается. Вот, и благоставение Господних всех вам, дорогие друзья, огромное спасибо, значит, да, вот здесь материал приходит, да, значит, много информации сейчас, слава Богу, слава Богу. Да, и огромное спасибо всем, кто молитвенно и финансово участвует в служении моем, в евангельском таком православном служении. Это действительно, скажу, слава Божья, слава Божья. Молюсь за каждого из вас, сейчас есть такое выражение, как партнеры служения, ну, красивое служение, красивое, ну, как название такого со-служения, но оно как бы не совсем библейское, но, в общем-то, отражает очень-то хорошо. Значит, действительно, мы как партнеры, мы как соработники, вот именно, как соработники, да. И поэтому, действительно, это очень важное служение, важная часть служения финансовая, потому что даже без нее я даже не смогу даже и поездки осуществлять эти, и даже напечатать ту же самую газету сейчас, допустим. Вот сейчас, со вчерашних этих сборов, значит, там, ну, довольно очень более, чем скромная сумма, вот, и для газеты явно недостаточная. Вот, и поэтому я, вот, благоставляю вас всех, кто сеял и сеет и собирается сеять в Царство Божье, значит, дело реформации православной церкви и вообще тело Христового, обновления реформации, слава Богу. Пусть Бог благоставит вас во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Сегодня 9 октября 2017 года. В преддверии празднества 500-летия со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Мир всем и посткриптум, паки и паки, снова и снова напоминаю, 29 число, запомните это, запишите это, отметьте себе, приходите на собор с 9 часов утра литургия божественная и в течение часов литургия сама, слово будет проповедь и плавно переходящая литургия в собор, собственно. А по поводу собраний, соборных, рабочих таких собраний, где можно будет больше как раз времени на вопрос-ответы, собственно, уделять и на всевозможные беседы, общения, это 30-31 числа, пока еще неизвестно. С арендами сейчас вот разберемся. Молитесь тоже об этом, пожалуйста, друзья. Возможно, там же на Кловской будем собираться, возможно, где-то вот здесь, в районе Севастопольской площади или на левом берегу. Сейчас мы ищем и молимся. Пусть Бог благоставит вас. Вот, и благоставляем во имя Господне всех. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя.